Сегодня речь пойдет о принципиально другом типе экономики, он не работает, о принципиально другом типе экономики, чем просто обычная экономика бартера и обмена. Речь идет о так называемой экономике дар. Откуда это возникло, это представление, что люди всегда изначально менялись? Да ниоткуда. Просто была такая традиция думать, что все началось с торговли. Ничего подобного, все началось с подарков. Очень похоже на то, что наша некая первогодняя общинная стройка, в которой мы ныне пытаемся думать про что-то страшное и ужасное, про что-то грустное, что от этого постоянно там умирали и болели, страдали люди, на самом деле было обществом изобилия. Что это означает, что оно было обществом изобилия? Это означает, что у них было большое количество всевозможного рода излишков. И эти излишки как-то должны были распределяться в этом обществе. И эти излишки распределились не тем, что я пытался продать одно другому и тем самым торговать, а тем способом, что один дарил другому. Вот, например, хоккола, про который мы представляем, хоккола, про который я рассказывал как-то, он что из себя представляет? У нас существует 18 близкорасположенных островов. Эти 18 близкорасположенных островов имеют не что иное, как связь между собой. И по ним начинает идти важная процессия. Одна дарит один товар по стрелке, а с другой стороны на терминальной лодке движется такая же процессия, которая дарит какое-то родное ожерелье против часовой стрелки. И вот каждый, например, может держать вот этот самый подарок у себя на острове не более года, или не более месяца, или не более дня. Потом он должен будет передать его во своему острову. То есть у нас оказывается социальные отношения, связанные вот этим самым подарком между островами, связаны в некую общность, некую ценность. То есть вот этот самый дар, он сводится не к тому, чтобы извлечь какую-то прямую проходящую выгоду, а для того, чтобы каждому из этих племенных, речь на каждом острове, были связаны в некое социальное целое. И в самом деле, если речь идет о бартере или о торговле, то там происходит все прямо наоборот. Считается, что торговать можно только с врагами. И меняться с чем-то можно только с врагами. Если ты ворождуешь каким-то другим неходящим в ассоциацию зверх 17 островов, то ты с ними торгуешь. И ты с ними меняешься чем-то. А если ты не находишься в этом самом ситуации, то оказывается, напротив, что ты можешь только друг другу дарить. Это вот странная логика в нашем мире, но похоже, что она правильная. Люди начали не просто ни с бартера, ни с обмена одного на другое, с целью привлечь какую-то выгоду, а именно с некого бескорыстия, с некоторого подарка. К этой мысли очень странно и тяжело привыкнуть. Но похоже, что это дело именно было так. В нашем мире мы тоже видим подобного рода вещи. Ну, в первую очередь, конечно, это торренты. Мы выкладываем определенного рода текст на торрент, или фильм на торрент, не для того, что мы пытаемся излечь этого в какую-то собственную выгоду. Хотя и не без этого. Мы действительно едем, есть шашлыки на некую торренту, и тот, кто больше вложил фильмов, того авторитет чуть-чуть выше. На самом деле, для того, чтобы просто кому-то что-то, просто так, бескорыстно подарить. Научная деятельность в своем неком ядре. Думаю, маленький вопрос. Да. А для того, чтобы дарить надо этим обладать? Да. Так обладать, собственность значит блага. Да. Проблема торголия есть проблема собственности. Да. А я боюсь, что те древние люди дарили не потому, что обладали, а потому, что это принадлежало не им, а Богу, природе и так далее. Они просто не делились своим. То есть, ты хочешь сказать, что это просто было сжатом? Да. А не их было, понимаешь? Все принадлежало Богу. А когда я даю другу почитать книгу, которой я обладаю, я делаю это потому, что она принадлежит Богу? Нет. Почему? Потому что вот тот дар, о котором ты говоришь, это вот дар возможен только когда есть собственность. То есть, вот когда ты даришь сейчас свое собственное, вот это уже, вот этот дар отличается, это действительно является тем даром, о котором мы говорим. Да, точно. А их дар, на самом деле, это не дар, это просто ты вступаешь свое место другому, да, потому что все принадлежит Богу. Это не твое, ты в этом мире гость. Понимаешь, ты пришел и ты не распоряжаешься тем, чем владеешь. Ну вот этот пример, к которому я опять, я в очередной раз обращаюсь, кому-то там из чингизитов пришла делегация купцов из Западной Европы, и первый же купец решил с ним поцарковаться, он ему свой товар, а тот и не свой. Ну, по-моему, мы, по-моему, отрубили голову. А все остальные, просто все свои богатства подарили кому-то из этих чингизитов. И чингизит потом принял с поклоном всех их подарок и одарил их встречным образом. Здесь еще не идет на то, что купцы привезли то, что принадлежит Богу. У чингизитых подарили то, что им не придавались? Здесь нет. Здесь купцы привезли то, что принадлежит Богу. Ну, тем менее... А те племена, которые вокруг острова жили, каждое племя живет в своих степических условиях, и они как бы уравновешивали ситуацию. Одних лучше ситуацию, других – пуже. Они понимали, что все принадлежит Богу, и пытались unspornavisit, чтобы всем принадлежало пол. У них был просто ритуальный обмен. Ну, он то же. Ритуальный обмен – это обеспечить как... Одно и то же ритуальное ожирение двигалось по кругу, а то, что оно не принадлежит, не было частной собственности. А другое по всему этому вещам. Торговля возникает, когда человеку что-то принадлежит по праву частной собственности, тогда возникает именно торговля. Я думаю, что как раз немножко не так. Я так как раз полагаю, что в самом деле людям что-то принадлежало, например, лодки не принадлежат, они определенного рода семьи, определенного рода декорио не принадлежат, но тем не менее он совершает некие акты дарения, он берет их и дарит, скажем, другому человеку. Притом в этом есть и некая социальная истина, потому что тот, кто дарит в такой логике первобытной, он по социальному статусу выше от того, кто получает дар. Но тем не менее он является собственником лодки, он то лодку дарит, то он отрывает отсутствие. Знаешь, тут даже такая вещь, что вожди не были вождями, понимаешь, они точно так же, ты знаешь, в древних этих обществах часто вожди приносили в жертву. То есть на самом деле вожди не были никакими, как вы думаете, царями, которым все принадлежало. Вожди точно так же принадлежали племени, они точно так же были функцией. Потому что не было самой личности, которая могла бы что-то чье-то завладеть. И собственность возникает, когда возникает личность. Такова гипотеза. Моя гипотеза состоит в том, что примитивные племена были совершенно непримитивны и ничем не отличаются от современного человека, который выкладывает принадлежащему фильм или диск на торги. Ничем не отличается от ученого, который придумывает некоторую вещь, стремится всем ее рассказать. Он бесплатно публикует в каком-то родожурнале. Бесплатно совершенно. Все, что ему нужно потом, что если кто-то прочтет эту работу, у него сослались. Делать что-то это считается плохим тоном. Прочитал его работу, использовал его результаты, но не сослался. Это плохой тоном. Но он никакой материальной выгоды, он свое знание, свое имение, свое искусство не продает. Это в высшем смысле экономика дара. Тем не менее этот человек, который что-то произвел, он понимает, что это его. И что он на самом деле делится своим. А древнего понятия собственности возможно не было. И возможно все это принадлежало либо общине, либо Богу. Возможно. Возможно, что он ничем не отличался, что понятие собственности было. И что он ничем не отличался от нынешнего любви к которому. Ну ничем. Наверное не отличался, потому что... Но я хочу сказать... То есть сейчас возникло сразу, Бог сразу создал личности. То есть не было периода общинного строя, где человек не был отделен от общины, и как бы не осознавал себя иначе, как член общины и так далее. И он стал сразу личностью? Я не думаю. И сразу стал, в связи с твой leader. Потому что личность связана понятие собственности. Может быть личности не было бы такого понятия, но понятие собственности было остаulated. Понятие собственности было? Да, скорее всего было понятие собственности. Я думаю, что нет, я думаю, что все же принадлежало Богу. И поэтому животное убивали, молились, 给 животное принадлежало Богу, его можно было бы взять только с позволения Богу. Игорь, общ płак, gain и убить. Что? В общении же всеобщее. Да нет, да нет. Ну как так? Это же понятие есть община. Как раз, когда появляется частная собственность, община разваливается. Да нет, есть тоже, но может быть, тогда это другая община. Ну вот вы согласитесь, что для ученого его знание, его работу, которая выполнена, она его, он же ее выполнил. Тем не менее, он отдает ее всем. Ты знаешь, как он отдает это всем? Вот это на основе вот этого линукса, как это все понимается. Это понимается тем, что, на самом деле, то, что ты произвел якобы ты, на самом деле, есть коллективный некий труд, который вложил много людей свои усилия. Поэтому он не принадлежит никому из людей. Вот как линукс, как открытая система какая-то, понимаешь? Тем не менее, когда ты среди линукса написал какую-то конкретную программу, ты ее написал, но она у тебя с открытым кодом. Ты отдал ее всем. Это типичный пример экономики дара. Это экономики дара типичный пример, только вопрос... Я не оспариваю, что такая возможность. Я оспариваю просто, чтобы древности такая была. Да, Майкрософт, он что делает? Он продает свои программы за деньги. А люди, которые работают среди линукса по каким-то причинам, ну дают их просто так. Просто отдают. Типичная экономика дара. Эта экономика дара, только она, мне кажется, с древностью не сдается. Точно так же, вот и раньше было. Всегда детишки дарят песочнице, что свои формочки, всякие штуки забрал бы сюда. Сейчас песочницы, плюс детские велосипеды здесь у меня рядом. Их просто не убирают. Они всю ночь там лежат. Кто-то взял и подарил всем. Это как бы принято. Тоже экономика дара получается. Детские велосипеды хорошие. У нас в любой был в 70-х годах, времена моего детства, обзавелился, увидел бы такой велосипед. А теперь он ничей. Он стоит на детской площадке, на нем его может поездить из детишек. Тоже кто-то выполнил. Вот подобного рода вещь. Это очень интересная штука, о которой я постоянно говорю. Наличие параллельной экономики организовано на других принципах. Ясно, что эти две экономики, экономика обмена или получения выгоды, находятся в жесткой позиции, я предлагаю этот вопрос обсудить, с экономикой дара. Здесь же ты обратил внимание, что твоя честь, твое достоинство состоит в том, что ты отдаешь, ничего не требуя взамен. Вообще ничего. Это принцип, что ты отдаешь, ничего не требуя. А как человек выживает в такой экономике? Если все будут жить в экономике дара, то что случится? Как-то выживают. Ну как-то выживают. Может быть в логике ВЭБа 2.0 они выживают. То есть, когда большинство вещей ты отдаешь просто так, а на чем ты еще и зарабатываешь. Вот такой есть компромиссный вариант. Все-таки экономика даже не может быть названа экономикой. Это просто есть какой-то аспект другой экономики, нормальный, обычный обмена. Который есть аспект... Это так пытаются всех уверить в этом обычная экономика обмена. Это не совсем так. По большому счету, возможно, ситуация как вообще на хиппи. Когда у тебя продукты или что-либо еще, кто приносит, только и отдам. И ты это можешь взять и этим пользоваться. Ясно, что подобного рода экономика, она замута в себе, она может существовать. Почему это экономика? Например, мы же дали друг другу подарки на день рождения. Это тоже экономика входит? Да. Так это не входит в экономику. Почему не входит? Потому что это просто входит в нечто, что мы понимаем в смысле нашего общения. Мы общаемся словами, общаемся вещами. Да. Общаемся, конечно, вещами. Совместной жизнью. И словами. Поэтому как бы... Экономика экономики общения... Часто говорят, что экономика дара – это, блин, это всего лишь по-другому та же самая экономика обмена, только в другой форме. Ну, типа логики Web 2.0. Ты предлагаешь людям антивирусник бесплатный, ты им пользуешься, 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 пользуешься. А потом за какую-то новую дополнительную опцию ты должен немножко заплатить. Ну, вот такая логика Web 2.0. Получается, что теперь нифига не экономика дара, а какая-то совсем другая экономика. Но я хочу обратить внимание, что вот эта экономика а-ля хиппи или экономика дара может существовать самостоятельно и независимо вне экономики обмена. Может. Надо объяснить тогда, как человек будет выживать. Во-первых, человек все делает. Человек, допустим, может делать только программу. Что он будет кушать? Он все отдает, это безвозмездно. А обратно это как вернуться? Ну... Кушать-то как? Точно, точно. Вот если он, допустим, на поле работает, картошку выращивает, он может только картошку кушать. Да. А если он, допустим, программу. А если он, то он может прийти в то место, где у тебя лежит просто, это самая картошка. Вообще не хиппи. Лежит картошка. Ты сколько себе взял, столько и приготовил. Странной христиан мне. По середине. А не получится ли так, что приедет человек и возьмет всю картошку, какая есть? Никому больше не доставит. Да. Вот такая тоже возможность есть. И что делать? Но это уже имеет дело вопрос с насилием. Но точно так же я сижу, торкую себе картошку. Приехал человек и всю мою картошку забрал. Это аргумент из той же логики. Приехал человек и забрал мою картошку. Есть логика шведского стола в ресторанах. Она состоит в том, что человек не может это вынести. А съесть он может столько, сколько у него вмещается в животе. И фактически получается, что она работает. Но если будет открытая экономика, приезжай сколько хочешь бери, то люди будут брать все их жадности, все их страха перед будущим и прочее, пока есть возможность набрать карман. Да. Такое есть. Но во многих аспектах, можно сказать, что всегда найдется такой негодяй. Ведь это же старая известная история про бандиты и бизнесмена. Бизнесмен думает, что если он платит деньги, то хозяин он. Бандиту. А бандиты, поскольку ему денег, ему платят. То думает, что хозяин он. Почему сразу негодяй? Просто человек не знает свои потребности. Он думает, что ему надо не килограмм, а потому что от полного. Да понятно. И научных статей и всего этого прочего. Это возможно. Точно так же с этими кубиками, которые лежат на детской площадке. Но у тебя завтра не будет этих кубиков. Эти кубики ничьи. Давай я заберу и оставлю их своему внуку, который родится через 10 лет. Но этого не нужно. И еще одно возражение. А есть и ресурсов ограниченное количество. Если картошки не хватает на всех, то как выйдет есть? И картошные системы. Придут люди и начнут драться. Опять же, по твоей экономике дара. Получается, что-то кто-то возьмет, а кому-то не достанется. Да-да-да. Это вот одна... Как быть в экономике ресурсов ограниченных? Это вот... Как вот работать она будет твоя экономика дара и в экономике с ограниченными ресурсами? Там, где изобилие ресурсов, там все понятно. Там оставил и все. Не-не, мне как раз кажется, что когда ресурсы ограничены, то экономика дара как раз и может создать изобилие. В отличие от экономики обычной. В этом есть смысл, да. В этом есть смысл. Вот. А если ресурсов не ограниченное количество, то просто тогда экономика дара не так востребована. Просто ограничение ресурсов, это у нас два пути отсюда. Либо мы переходим к экономике дара постепенно, либо мы должны сокращать количество участвующих в реальной экономике. Да, в этом тоже есть своя логика, я согласен, да. Не, ну вот смотри, если вдуматься на самому, человеку не так много надо. Надо, чтобы он был на коробле, надо, чтобы у него вышло в голове было, и надо было, чтобы, может быть, что-то было ладить, да? Если это, то есть представление, что эти ресурсы не ограничены. Вполне будет работать экономика дара. Почему нет? То есть человек будет бесплатно получать еду, бесплатно одежду и бесплатно жертву. Есть еще то же самое. Но если ресурсы ограничены, допустим, квартир мало. Есть то же самое логика, которое Балдачок не забывает приводить пример, что у вас у всех есть по цифровому фотоаппарату, который вы пользуетесь несколько раз в году, допустим, да. Было бы хорошо, если бы эти фотоаппараты внизу подъезда лежали. Ты его когда захотел, тогда бы взял. Это типичная, как бы, тоже экономика дара получается. Но какая экономия, Валя? Согласись, один фотоаппарат на 100 человек? Сколько же ресурсов ты экономишь? Это я в твою пользу. То есть у нас оказывается, что экономика дара в определенного рода вещах сводится к экономии ресурсов, она более эффективна, чем обычная экономика. То же самое с машиной. Обратите внимание, я вот тут, смотри. Нет, тут обратная сторона здесь. Если на самом деле все машины, или там фотоаппарат, или другие перемочки будут доступны вот так вот, в общем пользу для всех, кто остановится производство. Как кубики, да. Все производство, что везде становится. Остановится. Все дегратирует до уровня того, что все эти машины будут и фотоаппараты израсходованы, и сурок. И здесь ты тоже прав. Нет, это неправильно. Нет, это на самом деле в этом тоже прав. Почему? Можно я просто вам предложить, что Ресурсы всегда ограничены, значит по пределению. Ваш допуск о неограниченном ресурсах, он неверен принципиально с точки зрения физики. Ресурсы могут быть неограничен December для определенного количества людей. Ресурсы, конечно再見ки, но просто и количество людей тоже ограничено. И получается для тех людей ограниченное количество людей. те ограниченные ресурсы кажутся безграничными. Смотрите, этот вопрос я тоже задавался, мальтусянский вопрос, что если у тебя ресурсов ограниченное количество, то количество народу, скажем, я познали рано, достигну такой вещей, такого количества, что любой ресурс, казалось что неограниченный, станет ограниченным. Мальтусянская урока. Если вы посмотрите внимательно на практику, в отличие от мальтусянских теорий с экспонентой, то этого никогда, в принципе, не достигается. Непонятно почему. Если вы посмотрите на премиативные социальные системы типа обезьян, они никогда практически не бывают ограничены по такому ресурсу, как место проживания и питания. Вот это как ни странно. Почему не ограничены? Они живут где-то в районе экватора, а уже за 70-й широтой они не живут. Они ограничены вот этим пространством. В этом мы ограничены. В том смысле обезьян никогда не становятся настолько больше, что каких-то обезьян они вынуждены в неблагоприятные ситуации вытесняют. Такого почему-то никогда на практике не бывает. То время, которое они тратят на поиски пищи, это несколько часов в день. Все остальное выясняют между собой отношения, кто из них главнее. Всю большую часть энергии. Потому что есть ресурсы немедленные. Немеренные. И вот точно так же эти самые островитяне, они живут на острове. У них есть эти кокосы и точно так же у них есть бесчисленное количество рыбы. Она там выступает в качестве вообще неограниченного ресурса. Там между двумя островами километров, это километре сто тонн, сто тысяч тонн рыбы, которые никогда нисколько не сидят. По каким-то причинам, скорее всего из инфекционных заболеваний или чего-либо еще, их популяция все время находится на неопределенного рода низком уровне и они не ограничены ни в каких этих ресурсах. У них ограничено, допустим, ты имеешь в виду, что там неограничен продукт питания, да? Да. Но ограничена, значит, площадь или площадь для отходов. И по площади они тоже у них не происходят. Нет, ограничена площадь, там это складирование отходов и еще чего-то. Ограничения есть. И опыт показывает это изучение, что у них ограничений нет почему-то. Как и обезьян. Нет у них. Нет у обезьян ограничения по отходам. По месту жительства нет. И по фруктам у них нет, как правило. Особенно, когда обезьян ест траву. У них ограничения по какому-то другому принципу. Там другие какие-то звери, другие выступают. Ну понятно. Мы зациклились на этом вопросе. То есть как бы мальтусянское представление хорошо, но никогда не достигается. И я хочу обратить внимание... Почему не достигается? Достигается? Ну очень редко оно достигается. На самом деле. То есть просто человек так устроен, что он... Давайте к счастью... В чем была права тогда? В том, что вот представляете себе, вот у нас дефицит земли, важнейшего ресурса для русского крестьянина, он по большому счету был достигнут только к концу 19 века. Вот тогда это дефицит по численности. Он стал ограничивающим ресурсом. А до этого при Петре Первом оценивают буквально в 10 миллионов человек все население России. То есть по земле он не был ограничен. Другое дело, что люди в этот момент ушли от первобытно-общинной представления экономики дара, перешли к экономике эксплуатации и обмена. И тогда оказалось, что некоторые особи начали забирать себе такое количество земли, которая им никогда нафиг была не нужна, но она подчеркивала их статус. А все остальные улетелись на маленьком клочке оставшемся. И это вызвало, безусловно, мощнейшую волну научно-технического прогресса. Была бы в этом смысле права. То есть твои завышенные требования, и это на самом деле, то есть уничтожение экономики дара, привело к прогрессу. А так бы люди, это эпоха Англии до того, как овцы съели людей, до того времени, как началась промышленная революция. Вот они сидели, у каждого небольшой был клочок земли, они сами воспринимали это как собственный рай. Они сидели в этом кусочке, производили все собой необходимое, у них даже были излишки. Этими излишками на праздниках они людей обменивались. Вот обменивались. Убежило такое общество. А потом началась промышленная революция, и стало выгодно этих самых независимых людей сгонять с этой самой земли. И начался на земле тот самый ад, который великолепно описан у Марса в «Капитале» про Британию, и у Достоевского в дневниках, когда он посетил вот это самое общество, всего этого ужаса и кошмара, который тогда творился. Но, с другой стороны, это вызвало невиданный прогресс техники или чего-либо еще. Но я хочу обратить внимание, что экономика обмена всегда будет пытаться объяснить нам в эту самую экономику Дара со своих позиций. Прикидывайте, что это у них такой обмен эксплуатации человека человеком, такая закамуфлированная. Но я хочу сказать, что нормальная экономика Дара как такова, она живет и процветает в настоящий момент. И вот в чем проблема, мой любимый тезис о банальности добра, что когда ты выносишь мусор на помойку, на балкон к соседу, ну это же просто, что мало-мало доступно для русского человека, потому что по-прежнему очень многие русские предпочитают выносить мусор на балкон к соседу. Ну вот так сложилось просто, исторически. Что выносим мусор на балкон к соседу. И у тебя, помимо экономики, которая идет у тебя в измерениях ВВП, в числах, в фактах, в произведенных тонах мебели, у тебя параллельно с этим всегда существует экономика Дара, которая принципиально неизмерима. И твое качество жизни, не количество, а качество, оно очень сильно зависит от развитости вот этой самой экономики Дара. То, что тебе фильмы или что-либо еще, тебе достаются, да, детские кубики где-то еще, красиво оформленная площадка, на немецкий велосипед, который тебе не нужно всякие у нас покупать. Это все, вот эти всякие вещи, они очень-очень важны. У тебя оказывается, что наша эталонная либертонянская экономика мечты 90-х людей, когда я сижу в большом джипе за тонированными черными стеклами, а у меня квартира в элитном доме, обнесенном со всех сторон колючей проволокой. Она оказалась, очень мягко говоря, неудобной. Почему? Ну и что? Может быть, у меня уровень дохода большой, зато моего ребенка могут в любой момент украсть, как было в 90-х годах, и прислать отрезанные его пальцы, не попрочите, подбросить под дверь. Я так этого и не сделаю. И оказывается, что экономика дара, во-первых, она имеет отношение к той настоящей эволюции, которая нас в образовании вместе ждет. Это тогда, когда экономика дара будет все более и больше, и в сфере жизни людей занимает все больше и больше пара цен, и все больше и больше участия в этом смысле, смысл движения хиппий и эволюции по большому счету 68-го года. Там было много аспектов, вообще, и этот. Ясно, что это было страшнейшим возле всего настоящего миропорядка. Она поэтому не победила, но она будет появляться все заново и заново. И нам надо это дело понять и как-то с этим научиться работать, с этим самым жить. Не очень понятно как. Но вот такое вот удивительное явление, как наличие параллельной экономики, существующее совершенно на других принципах. Совершенно на других принципах. Ну, как я вот в нашей внешней экономике, у кого денег больше, социальный опыт, социальный статус выше, да? Легко представить себе людей, у которых социальный статус выше, чем больше человеческих жизней ты спас. Например, врач. Я знаю, обладатель многомиллионного состояния, владельца крупной торговой сети, у которого, по большому счету, его весь жизненный путь гостоустон с возможными трупами конкурентов и его подчиненных. Таковы есть, например, люди. И он пользуется высоким авторитетом в трупах жизни, потому что наш мир так устроен. Параллельно с ним существует долгая-долгая эпоха. Вот. Ну, вот так что я примерно адморсовал экономику, да, как я и хотел. Ну, в общем-то, все. Можно я тогда скажу про экономику вашу Дарома? Я, как профессиональный экономист, конечно, не слышал никогда это понятие экономика Даром, да? Но вот если вернуться к этому примеру к кубикам или к велосипеду у вас на детской площадке, да, то это просто-напросто рассматривается без слова экономика Дара, как так называемые общественные фонды потребления, да? Ну, что такое детская площадка? Вот ваша квартира индивидуальна, да, а детская площадка – это и есть вот общественная какая-то собственность, общественные фонды потребления, да? То есть вы, общество, вы каким-то образом скинулись там, выделили ресурсы, у вас получилась вот эта общественная собственность, да? Теперь те же самые кубики, велосипед там это, ну, аттракцион и так далее, значит, вот появился велосипед, да, вот что такое, вот общественная собственность, да? Как он появился? Кто-то оставил свой ненужный, там, ребенок вырос из трехлетнего возраста, там, или, значит, это вы заранее там это решили оборудовать вашу спор-площадку на ограниченной, ой, ну, детскую площадку на граниченной территории, значит, этими, там, ну, стойками, там, всякими, там, этими, как там, ну, спортивными снарядами, велосипедами, там, кубиками, формочками, то есть вы так просто, или сразу договорились, или пожить не сложилось. Вот это... Да, вы пытаетесь объяснить, как это произошло. Ну да, оно произошло. А Игорь говорит, что это, на самом деле, естественный ход вещей. Да, так я и говорю, что это... Что это изначально предшествие. Важно, как это произошло. Я хочу сказать про то... Я это не хочу сказать. Что это естественный ход вещей, да? Вы пытаетесь опять опрессовать экономику Тара с точки зрения ее традиционной экономики, описать, как такое явление может быть социальной парадемией, когда у тебя главное не дар, а обмен. И в каждом обмене нормальной экономики, да, в акте обмена, ты пытаешься использовать собственную выгоду и обмануть, по большому счету, нанести отчасти ущерб своему оппоненту. Нет, на самом деле, как бы вот... Просто я хотел сказать, что вот, наверное, нельзя выделять, как вот экономика дара, экономика обмена, там, экономика спекуляций и так далее, понимаешь, что да, вот эта экономика, это способ ведения хозяйства, вот она многогранна и многопланова. Вот я хотел сказать вот эту мысль, а вот выделить вот эту экономику дар, нет, вот в смысле вот подарки, это вот одна из областей экономики, да? Там вот, значит, эти общественные какие-то фонды, там, такие спекулятивные, там, обмены, это то же самое, как вот... Гулат привел пример, что там вот личность, когда не было личности у человека, была вот такая совокупность экономики, когда появилась личность, там, значит, что-то по-другому стало там. Вот я и вот это хотел сказать, что это не противоставлять этому, а это является совокупной частью общего понятия слова экономика. А я еще хотел сказать, что вот Бадирейер различает два вида обмена. Вот как раз экономический обмен, там... Кто различает Бадирейер? И символический обмен. Вот как раз символический обмен и касается дару, то есть касается подарков, там, касается жестов, да, и прочего такого. А вот интересно, с точки зрения Бадирейера, Торреда, это тоже символический обмен? То есть я меняю свое участие на лайк? Не знаю. Не знаю, меняешь ли ты свое участие на лайк, но вообще говоря, в нашей жизни мы же друг другу помогаем, и не обязательно из этого требуем. Ну, то есть все-таки не обмен получается тоже совсем? Ну, хоть и файл обмен на сайт, но не обмен. Нет, что такое обмен? Обмен символически надо понимать как общение. Да. В общении не обязательно жесты двухсторонние. Ты можешь делать какое-то жесты, чтобы получать еще заметки. Да, да, да. Это мы понимаем. Но я как раз говорил об экономике дара, как принципиально не обменная ситуация. Да. И поэтому ты говоришь лайк получать, а самое главное мыслишь в терминах обменов. Да. Ты как бы выкладываешь что-то в торренте. Не потому, что ты хочешь как бы получить какой-то лайк, а просто потому, что у тебя есть какое-то понимание солидарности, почему ты вот участвуешь в общем общении. Как бы принято, что это вот как бы хорошо. То есть это символический обмен? Символический. Символический, да. Символический обмен. В том смысле, что… А что на что меняют? Меняют свои чувства солидарности на фильм, который я выложил? Нет. Так он же реально выкладывает интеллектуальную собственность, продукт интеллектуального труда. Почему символический? Или что вы имеете? Вы вообще не очень понимаете, о чем речь идет, Саша. Дело даже не конкретно в торренте. Вопрос состоит в том, что мы себя ведем в обществе. У тебя получается так, что какой бы шаг я в жизни не сделал, везде должен получить какую-то возвратность. Да нет. Смотрите. Я просто живу. Понимаешь? Ну, он хочет сказать следующую вещь. Ну, вот, например, книжная арена Германии. 75% книг в нем покупают в качестве податка. Человек приходит и покупает книжку, потому что он… и дарит другому человеку, потому что он хочет что-то сказать. То есть он… Ну, цветы людям, да. Ну, цветы. Речь идет… А тот ему тоже что-то такое хочет сказать. А он ему одну книжку, а тот ему другую книжку. Получается, что не книжка на книжку меняется. Не интеллектуальная собственность, а один символ уважения в определенной форме. Нет, это не другой символ уважения. Нет, в принципе, в целостности жизни. Нет, как бы, конкретного акта обмена. А если не такая целостность жизни, как бы, я тебя уважаю, и мое уважение проявляется в подарках и отношениях. То есть, как бы, подарок, получается, это некое выражение социальных отношений. Ну, как это самое ожерелье по кругу кулата. Да, да. По острову возили по часовой стрелке, а другое ожерелье по часовой стрелке возили. Это, как бы, социальные отношения. Я тоже самое говорил. Да. Но я-то хочу сказать нечто большее, что экономика дара, как таковая. Она даже является значительно более глобальным, более глубоким, чем выписывает патриар в форме социального обмена. Ты хочешь сказать, что это, как бы, претристика коммунизма? Не думаю. От каждого по способностям, а каждого по потребностям. Я не знаю. Я думаю, что человек, который участвует в качестве экономики дара, чего-то, вполне может быть редкой сволочью в каком-то отношении. Нет. Вот просто, например, вот такая вещь, как, допустим, милостынь. Человек дает милостынь, да? На самом деле ничего не получает. Или получает все-таки моральное удовлетворение от того, что вот он добрый человек. Да, это две старые буддистские… Получается ли так, что каждый раз, на самом деле, есть хоть какой-то возврат? Что на самом деле нам только кажется, на самом деле, что мы когда общаемся с другим человеком, что все в одну сторону. Всегда в другую есть какой-то обхад. Всегда. Это то же самое. Это вот эти, представите, обычные экономики, они… Нет, я не говорю даже про экономику. Почему называется символический именно обмен? Обмен. Вот они, они примерно и так говорят, что в экономике дара, говорят они, если тот, кто кому подарит, дарит чего-то, то он утверждает свой социальный приоритет над человеком, которому дарят. Нет, нет, я как бы… Давайте различия все-таки проведем. Есть действительно обыкновенная экономика обмена. Да. Это одно. Есть как бы символический обмен. Основу надо… Это символический обмен. Это все-таки не обмен ради наживы, да? Это не что другое. Ну, ради социального расстройства. И не обмен ради статуса. Это просто… мы же как-бы с друг другом, мы находимся в общении с другими людьми, и просто это общение проявляется через слова, через жесты, через вещи, да, там, и прочее. Просто это способ общения. Этот способ общения – то, что ты назвал экономикой дара. Ну, вот я вот думаю, что это не так. Может ли это случиться, этот способ общения как бы заменить экономику в обычном смысле, да, экономика обмена? Нет, я-то как раз хочу сказать не так, что… Конечно, не можешь. Я тоже думаю, что не можешь. Способ… Может дополнить? Можно дополнить? Да. Я бы не говорил. Экономика как таковая получается, это не только способ общения, это просто да. Это все понятно. Просто может ли твоя экономика заменить экономику обмена? Не знаю, но вполне возможно сможет. Мы считаем, что она может дополнить и она дополняет. Дополняет совокупности. Просто есть две сферы. Есть сфера, условно говоря, корысти, той экономики обычной, материального обмена одного на другого. Да. Ну не только обмена, потому что услуги там… Господа, но ведь общины… А есть дар. Общины хиппи как-то… Можно маленькое замечание? А не замечаешь, что ценность дара только потому в нашей голове это существует, что мы понимаем, что оно отличается от того, что обменивается за деньги, за какую-то корысть. То есть дар только потому ценен, что мне что-то дали. Потому что это сколько-то стоит. Потому что я соотношу в этом даре то, что на самом деле я должен был бы его купить за какие-то деньги. Мне подарили, скажем, айфон. Я понимаю, что он стоит вам 20 тысяч. Понимаешь? И только потому этот дар ценен. А если бы айфоны валялись везде… Вот, например, ты же мне не подаришь песок вон там с улицы. Я могу сам сходить сюда так же взять. Понимаешь, это не будет даром. Ну ты принесешь мне песок, скажешь, я тебе дарю песок. Но никому не нужен, то в числе и мне. Я не почувствую, что это дар. То есть дар на самом деле изначально должен что-то стоить. Да, но он же может обладать только потребительской стоимостью, а не минусом. Условно говоря, все велосипеды будут на улице стоять тысячами. И ты принесешь мне дар велосипед, я над тобой посмеюсь. Понимаешь, дар только тогда будет что-то стоить, если я недоступно вот так произвольно. Высшего взял. То есть саму ценность дара на самом деле, она как-то почему-то соотносима вот с тем, что стоит экономика обычного обмена, да. Потому что стоимость вот этого твоего дара, она как бы, я ее понимаю только в том смысле, что он что-то стоит. Что иначе мне пришлось бы его купить и потратить какие-то средства. То есть раньше он для тебя был недоступен. Да. А теперь стал доступен. Ты не с той позиции пытаешься рассматривать ситуацию. Надо рассматривать не с получателями, а с позиции с жертвами. Так ну а какая разница? Дело в том, что, я считаю, что Влад правильно говорит, мы говорим примерно об одном и том же, что выделять как таковую экономику дара, ну не имеет смысла, что это просто есть один из элементов человеческих отношений. И причем он обязательно соотносим с другим элементом, а именно обычным обменом. Да. И потому только ценен, что если все превратится в дар, то просто исчезнет само понятие дара. Да, да. То есть как фуга не может. Иначе говоря, люди бросаются снежками. Но это же не называется даром. Смысл же обычной экономики-то. Смысл обычной экономики не обязательно в том, что у тебя происходит обмен. В натуральном хозяйстве у тебя обмена не происходит, тебе нечем меняться по сути. Так да, так экономика – это разумный перевод. Это нерусское разумное ведение хозяйства. Получается это означает… Экономика дара фактически – это то единственное, что может существовать, по большому счету, при натуральном хозяйстве. Как раз наоборот. Ну а что у тебя еще может существовать? То есть понимаешь, тут что проблема состоит в том, что люди неохотно дарят свой личный труд. Да. Понимаешь? Потому что если бы это было бы иначе, то мы бы как бы не наблюдали вот этот вот эгоизм, который зарендовал на общество. Просто у тебя же… Людям жалко свой труд как бы отдать другому. При натуральном хозяйстве у тебя обмен как таковой отсутствует. У тебя нет товарных отношений. Ну нету предмета обмена. Да, нету предмета. А там есть. Но обмен дарами на самом деле – это предвестие. Вот у этой экономики… Ну вот я это и хочу в том числе сказать. Подожди, если люди обмениваются дарами, это просто… Ну непонятно… Не развита экономика обмена. Непонятно. Один обмениваются дарами. Они не обмениваются дарами. Один жертвует другому. Было жесткое правило, что ты не имеешь права отдалиться ни в коем случае во многих примитивных системах. Ты не имеешь права отдалиться. Тебе подарили чего-то? Существовала какая-то легенда, что буду типа завещать подавать им милостыню. И две женщины решили подавать милостыню друг другу. То одна другая продастся, то потом наоборот. И с ними что-то последовало в следующей жизни что-то очень нехорошее, я помню, что случилось. Потому что выяснилось, что подобного рода обмена недоступен… Ты не имеешь права… Это очень важно для экономики дары… Ты не имеешь права отдалиться, отдать другому человеку то, как про новых русских. Чтобы приехали два новых русских в автосалон. Один говорит мне, пожалуйста, два Мерседеса. Второго спрашивает, слушай, а зачем тебе два Мерседеса? Алло, ты же мне вчера кофе-то угощал? Нет, я тебе могу сказать просто… Это означает, что человек просто пытался отдалиться. То есть, то ты угостил кофе, а то ты ему за это Мерседес. А никто 90-х годов про очень богатого человека. Но как раз в экономике дара жестко работает запрет на отдаливание. Самое интересное… Что же это за экономика, где какой-то жесткий запрет работает? Это уже не экономика, это уже какая-то декларативная… Ну, мы же говорим, что в примитивных системах существует жесткий запрет на отдаливание. Ты рассказываешь о таких вещей и вещей, которых не существует. На самом деле, если думаться даже в наших взаимоотношениях, где мы друг другу подарки делаем и оказываем услуги, все равно присутствует эта изначальная экономика обмена. Ты мне, я тебе. Я тебе оказываю услугу, чтобы ты мне оказал. Я тебе что-то дарю. Да-да-да. И как бы подразумевается… Я сам, может быть, не подразумеваю, но тот, кому я дарю на самом деле, у того и возникает естественное желание отдариться. И поэтому то, что ты говоришь… И это показывает, насколько ты испорчен? Это не показывает, насколько ты испорчен, это просто показывает, на самом деле, что всяк своего рода обмен, он имеет две стороны. Потому что… Могу просто объяснить, почему. Если ты кому-то что-то даришь, то ты берешь над ним вверх. Ты показываешь, что ты можешь это сделать, а другой нет. Что ты на самом деле… Было и такое. Не было и такое, а всегда так. Про медными кастрюльками на каких-то группе островов в Карибском бассейне обменялся. Вопрос… Медными? Медными. Вопрос следующий. Откуда они брали медные? Не знаю. Откуда-то были. Вопрос… Просто здесь вопрос о власти идет. Дело в том, что если ты оказываешь какой-то жест кому-то, то вот этот жест, на самом деле, всегда происходит как властный жест. Понимаешь? Потому что даже если ты жертвуешь кому-либо что-либо, то все равно ты как бы захватываешь свою сферу этого человека, этой жертвы. Вот, например, один человек на кресте распялся, понимаешь, и этот дар был настолько как бы невозможно было отдавиться, что уже две тысячи лет существуют крестьяне. Понимаешь? Потому что, на самом деле, да, возможно, это большая жестокость, чем просто экономический обмен. Потому что иногда, вот, например, если кому-то спас жизнь, да, то можно, что ты можешь попасть в такую зависимость от этого. И сейчас в древних как раз обществах такое было, что человек поступал в рабство тому человеку, который его спас, да. Потому что он должен был отработать, как бы, причем он сам поступал, по собственному желанию, он должен был отработать вот эту услугу ему оказанную, потому что ему спасли жизнь. На самом деле дар – это жестокая вещь. И люди потому ушли от дар, потому что, на самом деле, хотели быть свободными личностями. Потому что экономический обмен дает нам возможность чувствовать себя свободным. И это действительно так. Потому что оказание услугами ты мне, я тебе – это зависимость. Но я хочу заметить, что в Японии, например, в культуре, как раз существует жесткий принцип, что если тебе кто-то спас жизнь, то что-то должен, получается, не человек, которому спасли жизнь, а должен тот человек, который спас жизнь. То ты навсегда берешь над этим несчастным, собственно, шествую. Наоборот. То есть, чтобы ни в коем случае не было такого, я тебе сегодня кофе угостил, а ты мне завтра Мерседес купишь. То есть, ни в коем случае у тебя эта ситуация не должна превращаться в прямую противоположность. Ситуацию обмен дарами. Обмен дарами запрещен. Еще раз, твой обмен дарами запрещен. Это взято откуда-то из другой выборы, на самом деле. Ну, вот это японская традиция. Не тот человек должен, которому спасли жизнь, а должен человеку, которому спасли жизнь, тот, который спасся. Хорошо, все понятно. Просто, на самом деле, фактичность жизни, она по-другому устроена. Она состоит в том, что всякого рода обмен, он имеет две стороны. И поэтому, когда обмен происходит только в одну сторону, а когда равномесие нарушается, возникается по роду искривление. Искривление, связанное с зависимостью, с рабством, с унижением и прочим. То, что милостный человек просит на паперти, ему дают эти деньги, человек унижен бесконечно, понимаешь? Он бесконечно унижен. И поэтому я еще не вижу, что там в очередь люди встаются просить милости. Никто не хочет унижаться. И поэтому твой дар, вот эта, твоя экономика дара, она специфическая. Потому что, когда люди обмениваются в торренте, и все-таки они чувствуют, на самом деле, что они берут, на самом деле, что-то берут, берут, и у них это возникает, и желание тоже что-то дать. Потому что, как бы, дело не в том, что они хотят... Дело не только в экономическом обмене, а дело в том, что состоит некая вот родительская справедливость, нельзя только брать. Надо что-то давать. Если ты участвуешь в каком-то общении, то в этом общении должен оставаться стороной только принимающей. Ты должен быть стороной, которая отдает. Вот-вот-вот. Поэтому эта экономика, на самом деле, а если и она экономика, она подразумевает вот этот взаимообмен. Но при этом не тому человеку, которого ты даешь. Ты получаешь от чего-то, видишь? Это не важно, что тому самому человеку. Это ситуация, когда ты получаешь от своих родителей, а потом должен за ними ухаживать в их старости, она, как бы, неправильная. Это как раз ситуация обмена. Понятное дело, что, как бы, ситуация необязательная. Ты получаешь от своих родителей, но при этом ты им, как бы, ничего не должен. Это удивительно. Вот это так получается. Нет, ну давайте, или мы закончим, или как-то уже по кругу. Да это не по кругу. Просто я говорю, что дар, на самом деле, вещи обоюду острые. Ну да. И, в частности, и людей, возможно, ушли. Это от дара именно потому, что дарцы больше обязаны, чем любой экономический обмен. Каждый обмен в экономике, он является законченным. Ты, допустим, взял товар, отдал деньги, и ты завершил цикл. Все, ты уже ничем этому человеку не обязан. Тебе так кажется, завершил. Нет, он правильно говорит. Правильно говорит. А в даре, на самом деле, цикл никогда не завершается. Невозможно уравновесить. Это тебе оказали услугу. И, может быть, это услуга, на самом деле, такая, которой ты никогда не сможешь отдаиться. Тебе спасли жизнь. Даже непонятно, что тебе услугу оказали, но тебя поставили в некие социальные рамки. И ты в этих социальных рамках всю жизнь будешь жить. Тебе спасли жизнь. Тебе устроили куда-нибудь там, как-то, как-то, местечко там. И ты бесконечно обязан тебе. Я говорю, ты мой знакомый. Надо делать эти услуги людям, чтобы они чувствовали себя и тебе обязанным. Да, и, между прочим, многие манипуляторы психологические именно так и поступают. Большое прекрасное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Торре-класс Торре-класс